конечно ребятки с вами лекс и я уже подлечил одного парня он чуть не умер тут у меня так этого надо сразу сразу идти за едой она даже две еды брать если это было бы возможно потому что здесь обоих надо кормить что этого что этого потому что тоже умирает от голода уже мне нужен врач козел я не всех то не успею надо улечить я еще не то взял бы и я успел просто мизер мизер у него хп остался спасибо пожалуйста дружище пожалуйста так сразу вот эту фигню все чиним отлично кровотечение чертова ваша уже задолбала меня если честно ребят так этого надо бы тоже покормить этого нога вообще счета с ногой у него тоже голода вы издеваетесь вообще нужно лечить тех за кого вы получите нормальную награду он он добрались это метрополь в общем этого можно и лечить она так понимаю то что это конечная станция фух отлично вы рады вы рады скажите мне мы наконец-таки добрались наверное я не знаю стоит ли успеем или мы доехать очень интересно потому что этот чувак сдохнет как злина придется все таки отдавать ему аптечку это было глупо с моей стороны какой-то степень потому что я уже приехал чё возьми но я все ждал когда появится странный стоп кран он не появлялся всем приехали ребят в метрополе так понимаю и мы здесь видим что все верно стража мы видим стража мы всех вроде бы оставили в живых кроме марка с этого за которым получили бы 250 баксов и он был научным сотрудником который должен был здесь работать да вот такие дела по 407 баксов получили плюс к этому ведь эту ольгу вообще можно было не 20 баксов нам всего дала 50 баксов за этого за генри мы получили какой-то апдейт оружие и здесь также за электриком получили 230 баксов в общем очень неплохо ладно идем дальше у нас есть мы видим уже ноги стража вот такие вот написано save вас спаси нас окей похоже мы спасены и все благодаря тебе ты при проделал такой огромный путь что куда ехать зачем о боже но у меня нет таких полномочий отправлять отправлять в центральный штаб я так понял мы хотим я хочу уехать домой мой персонаж но видите а сядь на автобус y7 он зеленого цвета это самый быстрый путь если они выдадут разрешение открыть ворота я буду ждать тебя здесь поспеши все спешим привет дорог доктор страж почти готов к запуску энерго ядро мы уже погрузили сейчас подключаем мозг постарайся не отвлекаться кузнеца он готовится к запуску это кузнец видимо да пофиг на то что я ему говорю так ложки очки и прочая фигня так берем все то что нам нужно здесь принципе видите это зараженных вроде бы нет но есть больные которых я привел так сразу все чекаем сразу все забираем что здесь есть в принципе здесь особо ничего такого нету ну окей значит валим отсюда так да как всех осмотрите доставьте мой штаб окей ты спроси просила до слона на ты просила посмотреть дробовик я немного модифицировал думаю теперь его будет проще перезаряжать не за что ты же все же решился ехать понимаю но ведь он знает что я решился ехать к своей семье наконец-то в безопасности молодец ты как никто не приставал те в поезде его это именно сейчас волну мы сели в зеленый как нам и говорили мы доехали до куда-то и не знаю куда вся молодежь попадает в этих клубах наши годы такого не было да в наше время такого не было здесь какой-то к это библиотека стой ты первый раз не видел тебя тут раньше правила простые выпей стакан витрила расслабься убери книгу не мешай другим это все а если они выпьет стакан витрила или что это как там сегодня не очень людно страшная музыка какая-то и все сидят читают книги посмотрите ко мне и нам было написано не мешай другим это было нечто линда была права что первый раз нужно читать фэнтези сумасшедший кита так может возьмем еще один час давайте вернемся нам было еще одна комната мы можем так по лестнице и лазить прикольно это всего лишь на всего туалета здесь ничего нет зря сюда только поднимался он давайте пройдем здесь здесь еда у нас есть это понимаем можем купить администрация дальше по дороге говнюк я хотел купить эти еды не так понимаю нам еда больше не понадобится наверное я еще не буду вам ничего спойлерить потому что я сам не знаю я не проходил эту игру так мы можем пройти здесь но мы пока туда не пойдем я так понимаю нам туда и нужно проверим весь город а мы можем дальше ехать окей здесь у нас что такое здесь у нас опять туалет blacksmith трейтер blacksmith предатель я не знаю может быть дальше ехать на зеленом давайте на зеленом поедем я не знаю куда мы придем правда пришли туда же понял а если на синим поедем газета давайте купим газету великая память исполнилось 134 года со дня рождения аркадия струганского трудно поверить что до первого посещения они с братом борисом пытались найти славу в рядах писателей фантастов сегодня же мы помним их как народных героев посвятившие свои жизни науки и развитию страны братья ответственны за технологический скачок начала нового столетия благодаря им технологии добытые с поля первого контакта успешно применяются вооружение мембранная гасящая бомба которая используется при строительстве стража кетонный луч ван столбы и многое другое великой памяти и великая гордость окей привет бомж не хочет разговаривать парень свежей курики свежие фрукты бери не стесняйся здесь ничего нельзя купить здесь тоже нельзя купить вроде бы рынок а купить ничего нельзя окей это что такое у моего друга есть отличная ферма неподалеку вкуснее куру за чем у него ты еще никогда не ел хорошо что у нас тут магазинчик но у нас видите нет оружия так что можно ничего не бояться у нас здесь не будет врагов привет у тебя какое-то дело ну проходи разрушенный магазинчик ты уверен что они справятся думаю да они целую команду собрали чтобы перехватить его оу привет что-то ищешь подпольный магазин кстати что я продаю парень не знаю кто тебя сюда попустил но если ты не знаешь что это значит я точно не должен тебе говорить оружие здесь всякое наркотики вот эта фигня привет если вдруг у тебя будет лишняя электроника если понимаешь чем я то неси ее ко мне лишняя электроника он и я конечно понимаю то что он говорит о ворованный нет я просто репетирую готовлюсь заменить брата наверху прикольно целая группа привет дружище эти ударить не могу так бы ударил тебя с удовольствием так ну ладно принципе я не знаю через еще делать понимаю там больше ничего у нас нет давайте валим отсюда там нас сзади видели памятник струганским братьям струганским принцип прикольно выглядит так ладно ладно именно зеленым и принципе идем на то самое метро или что у нас там было вот его метро я так понимаю мы пойдем по правильному направлению потому что нам туда и как раз таки надо здесь вот видите страж весь обрисованный заднем плане если вы не поняли так и едем на лифте уже так услышите на это где интересно играет да ладно привет угораздило же меня выбрать эту квартиру оказалось это просто коридор с мебелью через который все ходят туда-сюда отлично да в принципе так и случилось со мной чувак я тоже хожу сюда туда-сюда они на два этажа выше понял в принципе больше ничего нету хорошо на два этажа выше у наша цель кто-то покурил и не потушил в общем увидели сами вот такой вот страж если вы до сих пор не поняли вот он выглядит понимает его голова по крайней мере похоже на голову здесь есть дверь марк ужин еще не готов погулять с друзьями еще немного серьезно и кстати здесь дети это вроде бы не видел но я не думаю что она столкнула его в шахту лифта тем более ей и так и досталось все имущество после развода моя главная версия это на данный момент банда новых консулов резкая нелюбовь к переселенцам их характерная черта детектив же выжил походу да ладно нам насрать на него так ты кто такой привет ты за автографом нет ну конечно ты должен меня знать книга страж правда или вымысел моя самая известная работа не слышал ладно это точно не ты чувак который ходит вот везде занимается всякой ерундой отгадывать всякие загадки еще всяких людей которые знают о страже рожер если совет узнает что ты открыл центральные ворота города без их ведома я даже не успею тебе сообщить о твоем увольнении не рискую всем что у тебя есть из-за одного чертова машиниста вы поняли для чем я сейчас прочитал это про меня говорят чтобы он не рисковал всем ради меня что это того не стоит да да и предупредил меня послушай я все понимаю но ты уверен что это хорошая идея тут ты в безопасности хорошо прости я открою ворота возвращайся где виду откроет ворота спасибо тебе дружище но я не знаю к чему это все приведет он откроет ворота для меня специально потому что я это попросил хоть его ему давали советы то что вот не надо не надо открывать ворота потому что это ни к чему хорошему не приведет а значит надо возвращаться к дэвиду я не знаю где это дэвид сидит правда вроде бы он где-то начале должен быть значит садимся на зеленый автобус и едем к дэвиду в общем что да как здесь все все очень сложно и тяжело но мы приближаемся ребят концу и мы уже пришли как бы получается к стражу стражу же вместе с нами вот такие дела вот мы вернули к дэвиду у нас есть что все верно девять шесть три восемь поспеши сейчас начнется эвакуация цеха стражи вот-вот запустит посмотрим что это чему это все приведет садимся мой белаз единственный неповторимый и уезжаем отсюда уезжаем из этого города из метрополя мы не имеем данный момент пассажиров так что ничего бояться вы в опасности if you can а если вы это читаете то вы в опасности написано хорошо это имеется ввиду то что мы уезжаем из безопасной зоны ну окей так смотрим здесь сообщение нам пришло гири лог я слышал о том что ты сделал значит раза теперь запустят похоже на то я уже думал нам конец еще ничего не ясно ты сейчас на север да там должно быть безопасно сейчас надеюсь мы сейчас все и узнаем ребят безопасно ли там или нет так и что это может значить я вижу ракету какую-то она поднимается ввысь не будет взрыв я так понимаю меня взорвёт потому что по сути если я вижу сам взрыв сам ядерный удар то по сути меня должно убить как минимум если не взрывом и взрывной волной то радиацией от этого взрыва может быть мне просто приглючила может быть его просто глючит этого чувака сейчас мы все узнаем мы все узнаем рано или поздно ребят рано или поздно конечно ничего не происходит пока что все нормально и странно бы это не было никаких зомби ничего мы не видим мы видим лишь закат вы прибыли хорошо нас все таки выпустил тот парень сказал что вот молодец можешь идти в принципе как и договаривались спасибо ему за это мы пришли так понимаю к себе домой потому что я больше не знаю никаких вариантов куда мы могли прийти оси диски и виски может быть мы не пришли не к себе домой может быть я ошибаюсь но мы это рано или поздно сейчас узнаем так что это такое ведь в этом бункере и я был главной целью какой-то главным звеном и вот этот чувак хорошо как же тяжело попасть с этого цену автомата я не знаю что нас вообще ребят здесь ждет вообще куда мы попали понимаю потому что наш персонаж сам по себе не разговаривает к сожалению не видно ни того что он говорит вообще ничего не видно видно только то что отвечают нам поэтому много остается для меня загадкой по крайней мере уродец патрон для дробовика хорошо ну или для ружья не знаю как вам лучше хорошо давайте спустимся вниз сначала вы серьезно зачем вот я тогда открывал там если я там не смотрю кстати мы записку еще пропустили открыл и пошел в другую сторону открыл и пошел в другую сторону убежище ну такие дела они хотели перехватить какой-то поезд так и что куда мне нужно было идти так а точно дверь дверь что и пропустил все просто валяются ну что ж похоже пришло и мое время прокатиться на твоем поезде вот он говорил что перехватить кстати его походу сейчас все случится пойдем а может быть нет может быть нет 4 4 4 3 вол нормально 4 4 4 3 хорошо здесь все эти чуваки которые создали вот только только что мы с вами читали записку связанную с этими людьми с этой группировкой и вот как раз таки вот эти все лица я почти их раскрусил ты понимаешь этим должна заниматься полиция а не ты они мне не верят лучше постарайся вернуть марту так ладно возвращаемся на поезд странный кстати код без всяких печати без всего и 4 4 4 4 3 написано и все больше ничего ой все ах я не знаю ребята чему это все ведет почему что вообще происходит мы видели с вами какой-то взрыв какую-то ракету гигантскую но что она дала для чего она вообще была выпущена тоже я не понимаю если честно так ну что ты мне скажешь дружище наверное это здорово просто двигаться по рельсам не нужно ничего решать не нужно выбирать дорогу просто поддерживать скорость и смотреть чтобы ничего не поломалось тут чертовски скучно остался один ты и мне придется ждать пока ты не превратишься не превратишься он уверен что я превращусь не переживай то никуда от этого не денешься это ждет абсолютно каждого я превращусь серьезно а почему я должен превратиться твой поезд скоро остановится ну кстати у меня глаза красные глаза в данный момент но я хорошо чувствую то из чего вы собрали этот двигатель его излучение долго оберегали тебе пришло время двигаться дальше нет это не вирус это лекарство оно просто слишком сильное для некоторых вот так вы слышали что он говорил как бы там ни было я буду ждать тебя чтобы поприветствовать в новом мире или второй вариант ты и сам знаешь ой серьезно ну вот в принципе поезд остановился как он говорил я буду присматривать за тобой хорошо дружище вот возьму ружье такое дело я очень мало играл с ружьем но напоследок под конец игры все таки можно я так понимаю мы приехали я все гадаю что мы приехали домой но я не знаю куда мы приехали если честно смотрите зомби здесь ничего нет у нас хорошо поднимаемся наверх надежно надежно очень 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 странно здесь все происходит если честно а ты серьезно ключ взяли хорошо какой-то странный магазин здесь денежки здесь есть вот эта вот фигня я не понимаю нам по-другому кроме этого пути больше никак не спуститься туда но все-таки давайте пройдемся сюда эй я здесь хорошо здесь опять все мертвы ребята это мы уже были в этом месте если вы помните дерьмо ну или по крайней мере если вы не помните то скорее всего мне кажется потому что вполне вероятно что мне кажется мы прошли через блин надо было кстати вернуть давайте вернемся я не хочу здесь ничего пропускать мне даже интересно чем закончится вся эта игра чем вообще какой финал нас ожидает потому что я лично очень под впечатлением от этой игры как в принципе и многие мне писали то что вот тоже многим нравится и в данный момент я понимаю за что она им нравится он же меня взорвет по сути ну отойди ну отойди не хочет отходить отсюда в общем я не знаю давайте возьмем хилку попробуем жив хорошо я пока что все еще жив здесь есть много денег здесь много патронов для дробовика не знаю зачем видите как бы не обязательно нужно было туда идти но все равно сходили и сходили я вот все думаю то что он хочет возвращаться к семье но это лично мое предположение потому что больше не я ничего в своей голове просто не могу представить к чему он хочет возвращаться для чего им сюда вообще возвращаться здесь дырки в стенах кровь кровь в туалете здесь у нас ничего нету подвал подвал тоже в крови видимо в пятнах крови от того кто был ранен и он спускался в подвал как вы видите но почему тогда дверь точнее вот эта стена здесь до сих пор стоит и дружище он мне дал деньги серьезно у него было очень много денег но только ну зачем они мне нужны я вот чего не понимаю мы идем все дальше как вы видите уже куда то в пустыню заходим и что это такое это страж ребят это черт возьми страж не понимаю что происходит и почему здесь страж почему он оказался здесь видимо то что когда его запустили точно мы видели как запустили не ракету не ядерный взрыв как я думал это всего лишь запустили стражи и он в данный момент здесь оказался и он не спас никого в итоге получается так он просто напросто разрушился ну в чем тогда его соль зачем нужен этот страж вообще здесь опять сидит этот парень огромный робот всех спасет хорошо ну да с этой сражаться намного проще опять какая-то станция ребят к чему же мы идем вот что меня интересует открыто в принципе была бы странно если бы там было открыто в принципе было бы странно если бы там было открыто жидко ругает р� жидко охренеть но это вообще нереально пистолетом все-таки было легче ребята играть если честно вот вот уже фиг попадешь офигеть просто сколько их сколько их ладно идем дальше просто так мы можем просто пробежать на самом деле нужен ключ о нифига патроны пистолет круто уродец ключ а ключ а мы вставили а ключи бы тогда где видимо вот как раз таки у того чувака который был сверху возьмем стул стулом этим просто напросто объем вот этого чувака этого зомбака да действительно мы даже не будем убивать вот этих зомби и просто пойдем дальше это какая-то тюрьма как вы поняли давайте там еще прощакаем может быть там вход коем учесть мне кажется здесь заперто здесь не запятывал читаем подобный питер эллиот менеджер нарушение множественные мелкие кражи покорность пассивность понятно да они здесь проводили испытания амандо берет безработное нарушение множественные нападения с причиненным тяжким телесным повреждением хорошо роберт райд безработный убийство 10 и более человек по джоге прикольно джон горят инженер-разработчик целеустройность высокий интеллект вы помните эти надписи он избежал еще оказывается ладно давайте попробуем там еще пройти потому что мы не зря же мы эту фигню открывали мне кажется там будут либо патроны либо еще что-нибудь такое либо может быть там еще к нибудь загадка нас ждет потому что вся суть этой игры что наполнен каким-то странностями видите здесь еще один этап еще один уровень это скажем тюрьмы ты кто такой оу привет ты мне не поможешь я искал где тут столовая и кажется куда-то туда не свернут не туда свернул не веришь ну ладно он меня заберет опять жуткий парень его заберет тот чувак он про это наверно говорил вот чувак который был справа видите заключенного держат прям сковали его со всех сторон руки-ноги просто связали по максимуму так что он просто-напросто не ушел никуда это уже значит то что с ним что-то не так возможно он является как раз таки зараженным зараженным но в хорошем смысле этого слова так ладно здесь закрыто и вот этот чувак убил этого парня он проделал огромную работу пытаясь выбраться на свободу но это не имеет никакого значения ведь в итоге он не смог здесь в принципе погода-то в принципе все нормальное как-то все очень странно пипец в моей голове просто ничего не складывается страж все-таки видите уничтожен был я не понимаю почему почему как из-за чего что вообще повлияло на то что он упал был разрушен мы видели с вами многие думали что он их спасет но страж лежал я не знаю первый это старший второй в любом случае он лежал такой же страж который мы видели как отправляли из метрополя и вообще в моей голове просто не складывается ничего блин испугали блин на самом деле думал что в этой палатке уже никого не будет так записка аренда палатки 40 баксов банка пива 4 штуки 20 баксов пачка взрывативов 5 баксов итого 65 баксов ну вот вот так вот люди видимо молодая пара решила здесь отдохнуть это молодая но в любом случае решила отдохнуть здесь в палатке и в итоге их просто сжали о чёрт смотрите голову повешенной этих зомби чеши какая-то прям какая-то какое-то логово маньяка жуткое логово эта фигня которая распространяет газ и мы что мы делаем мы тоже превращаемся мы тоже превращаемся нам говорил этот чувак что рано или поздно мы все равно превратимся и мы превратимся я уверен мы близко подошли капсуле это значит то что мы уже вдыхнули тот странный газ до этого он у нас не работал потому что наш двигатель который был установлен в нашем как его называют локомотиве он просто-напросто нам давал возможность жить он в нем что-то было такое что не давало нам превратиться испугали опять так ладно здесь ничего у нас нету вы хорошо все страны тоже открывать нельзя я не знаю к чему ребят еще раз к чему все это ведет но в итоге я понимаю то что мы рано или поздно превратимся глаза у нас красный в отличие от тех людей которые были с нами вообще все это время у них были белые глаза то есть те кто не превращаются они их белые глаза по крайней мере я не знаю лечится ли это или нет но в любом случае помните мы зараженных отправляли в города мы их тоже вместе с ними ехали они были заражены они тоже также плевались этой черной жижей но при этом при этом доктора их спокойно брали и не знаю для чего для обследования или все-таки для того чтобы просто-напросто не знаю в общем вылечить вылечить или не вылечить в общем вопрос и все-таки они просто хотели ставить попытки у нас пропало оружие это значит что мы здесь уже стрелять не будем то что здесь что-то у нас происходит уже здесь смотрите люди есть это уже интересно так привет дружище телевизор больше не работает конечно не работает еще бы они работали в хорошо нас вырвало еще раз добрый день я бросаю тебя и ухожу к алану или алану продолжать заниматься своей дебильной музыкой уважаемое жилье в связи с вашей задолженностью по оплате за аренду квартиры извещаем о вашем ближайшем выселении рекомендуемая дата выезда до 6 дней с момента получения письма так запись это все понятно 40 тысячный копия в общем получил пластинки удобен вот я вот хожу здесь все читаю ребят потому что боюсь упустить что-то важное хотя по сути здесь ближе к концу сюжета уже стало ясно то что особо сюжет как бы заплетен заплетен и многое пропадает не думал что это займет у тебя столько времени на этот раз выпить не предлагаю ты так опаздываешь а вот ребят и эта церковь помните в начале игры мы с в этой церкви как раз таки были как только строительство портала будет закончена они смогут перенаправить сюда все необходимое но сперва нам нужно убрать барьер как только он будет обесточен мы сможем объединиться с соседней областью в общем вот эта фигня это значит создание портала этот день войдет в историю к сожалению я то уже знаю что он не войдет историю и здесь у нас как раз таки под этим чуваком есть как вы помните в самом начале игры спуск спуск вниз вижу ты уже близок не буду портить сюрприз мне кажется что у тот чувак это все иллюзия моя все иллюзия потому что он постоянно появляется и в разных местах тупо сидит у меня не преследует он просто как бы является моим видением он пришел к своей дочке сто процентов вот его дочь как бы видите человек в кепке и маленькая девочка и мы потихоньку превращаемся да мы уже превращаемся ребят я позабочусь о ней олег сергеев и эндрю рюмак создали эту игру в общем ребят в принципе было понятно чем это закончится и я не знаю ну показалось мне это все предположения были видите то что это иллюзия то что чувак просто за мной появляется так как это не знаю воображением и нет на самом деле видите он меня убил у меня убил он действительно хотел моей смерти ну не как меня как человека а именно того не хотел допустить что было заражение он знал что это будет и не знаю почему но принципе город был в полном порядке страж видимо сработал я не знаю почему он сработал что он сделал я видел его останки я лично вот это всего ничего не понял но в любом случае игра очень атмосферная игра очень интересная очень запутанная очень много загадок здесь в этой игре и зачастую вы можете увидеть то что русские имена русские создатели как я понимаю большинство антон гармаш примеру вот михаил баруль барулка или барулька и в общем да такие его дела ребят соотношение эти никогда не создадут луну от них едва ли родится новый человек ну такие его дела ребята в общем если вам понравилось обязательно ставьте лайки и не забываем подписаться на канал подписывай паблик контакте ссылочка в описании и в шапке канала а с вами был лекс всем добра